Здравствуйте! В этом выпуске. Повар пропел приветственную песню, а это значит, добро пожаловать на остров греха. Лимбы из песни Валерия Меладзе все разбежались. Остались одни иностранки и местные мужики. А повсюду вам предлагают видоизмененное состояние. Я, меня зовут Юрий Гагарин. Юрий Гагарин? Да! Поэтому полетим мы на континент за танзанитами. И заодно жестко поторгуемся. Поймаем постельного клеща. Здесь я шучу. Сами узнаете, что происходило, когда посмотрите выпуск. Ну и дальше мы просто окунемся и вывалиемся в местном танзанийском колорите. Куча кадров, масса интересных историй. Простата массаж. Поэтому все, что вы хотели знать про Танзанию, будет в этом выпуске. Я, конечно же, шучу. Мне бы хотелось так полагать. Но все же. Еще скажу, что всегда есть тайм-код. Вы меня всегда можете перелистнуть на интересующий у вас участок седми. И, как вы знаете, мои серии не так часто выходят, как бы мне и вам этого хотелось. И Танзания этому не исключение. Ездил я в Танзанию аж в ноябре 22-го года. И вот, пожалуйста, любители свежатинки, не переключайтесь. Вот сперва ответьте мне на один вопрос. Если вы, конечно, выпиваете вино. Вот вы все время пьете бужоле. Но вот я лично нет, только когда сезон. И вот, а серии мои-то не сезонные. Они вот вечная классика. Это выдержка, сбалансированность, тельность. Я сейчас подразумеваю плотность предстоящего выпуска. С такими солнечными нотками Танзании. О, Боже. Я сейчас пойду за бутылкой вина. Все. А вы начинаете смотреть. Сначала по порядку все, как я люблю. Прилетел на Занзибар. И вот вас встречает вот такой одинокий автобус на этот огроменный самолет. Что тут сказать? Африка. А если быть конкретнее, то Занзибар. Утро ворвалось птичьим пением. Солнце там встает довольно рано. Это на газе что? А там вороны-москвички меня разбудили. И после пробуждения первое, что бросилось в глаза. И что даже было для меня довольно необычно. И я это бы даже мог назвать одной из особенностей Занзибара. Это съем. Да. Именно в широком понимании этого слова. И чаще всего это происходит наоборот. И вы знаете, тут хочется добавить. Дядя. Белый танец. Дамы приглашают кавалера. И белый танец тут во всех смыслах этого слова. Да, и еще, чтобы вы не думали, что я такой щуплый расист, который увидел мультикультурную пару и начал выдавать свои грязные фантазии за действительность. Хотя мысли такие, безусловно, были. Так вот, к чему я веду. Вы всегда мои слова можете проверить на других тревел-шоу. Начать проверку можно с Орла и Решки. Вы знаете, и тут начинает плавно прорисовываться остров греха. Помимо блуда, а точнее, чтобы выветрить угрызение совести и вдохновить вас на очередное нравственное падение. На каждом шагу предлагают наркотики. Все начинается с предложения покататься на лодке, увидеть местные достопримечательности, а на втором вопросе вам уже предлагают чем-то догнаться. Вот даже простая прогулка по пляжу вызывает дискомфорт, потому что, ну, каждые, наверное, 50 метров на хорошем русском вам что-то предлагают. Ну, вот как пример. Что-что? Здорово! Здорово! Здорово, здорово! Все отлично! Акуна Матата! Акуна Матата, братан! Да-да, я помню, мы гуляем. Да-да-да. Стилл вокинг, you know? Стилл вокинг гуляем, да. Да. Акуна Матата, луки-луки. Луки-луки. Простата массаж, если это возможно. Простата? Да. Что это простата? Мансаж. Все хорошо? Да. Меня зовут Юрий Гагарин. Юрий Гагарин? Да. Вот такой бизнес. Да, вот такой бизнес. Да, я делаю фенечка, вот такие, ибани, туч, да, да. Ну, отлично. Как тебя зовут? Королев. Королев? Да, Королев. Правда? Ну, Юрий Гагарин? Да, есть. Да, я Королев. Прятно, посмотрите. Короче, самая дебильная идея, которая может возникнуть, это из серии типа, братан, ты был на Занзибаре? Вот, да, был. Дай номер барыги, чтобы не обламывался. Ну, кого сюда приедете, вы поймете, что это остров Наркосиков. Здесь просто лютейшая и лютейшая жара. Здесь градусов, наверное, 30 с чем-то. То есть, как будто ты просто с парилки с бани вышел. Так, вот пьешь пивас. Сейчас зумим. Ну, красивая картина, как бы. И вот тут вам продают танзаниты сразу же. Сделки можно заключить прямо за этим обеденным столом. Все потому, что вот, принесли. Начался попрошайный движ. Ну, а теперь из плюсов. Ну, конечно же, вот. Индийский океан. Цвет, краски, ультрафиолет, солнце, пляж мука, морепродукты. Все это, конечно же, на высоте. Но, другими словами-то, что сказать? Природа. Что касательно океана, будьте очень аккуратны, потому что всегда около побережья куча морских ежей. И на одного из них я слегка наступил. И был я очень недоволен. Будьте бдительны. А так, ну, все как-то так. Это ладно, я по делам приехал, ко мне покупать. Но если бы я туда целенаправленно прилетел на отдых, я бы, наверное, просто офигел. И вот это вы должны понимать, что это считаете. Ну, практически золотая миля Занзибара. Сказать, что здесь кончено, это здесь ничего не сказать. Ну, типа, да, африканский колорит. Ну, блин, министерство по туризму. Надо просто все взять, уволить, а на самый крайний случай просто расстрелять. Вот в этом отеле мы с дружище остановились. Отель называется Нунгью Гарден. Четыре звезды, три минуты ходьбы до моря. Короче, нормально. Номер большой, все дела. Вот тут у них тут ремонт идет. Может, свадьба. Ну, а что там с ночной жизнью, спросите вы? Разумеется, мы ее посмотрим. Мы, говорю, потому что я был там не один, я был своим другом-гемологом Павлом. Вы его увидите, и он будет эпизодически в серии. Так вот, решили мы пройтись и осмотреться. И вот тут внимательно. Мы сейчас гуляем по курортной зоне. Ее, кстати, очень легко определить. В курортной зоне почему-то нет дороги от слова вообще. А вне курортной дорога просто отличная. Вот как сейчас. Слева дорога, а справа телевизоры, и местные там что-то покупают. Повторяюсь, это не курортная часть. Главное сказать, на камеру это будет. Ну и вы меня знаете. Мне очень любопытно посмотреть, как живут и тусуются местные. Поэтому первым делом мы зашли в Алко-Ночник. Почему зашли? Потому что оттуда разносились какие-то радостные вопли ввиду каких-то там праздничных впечатлений. Первым делом мы с другом взяли по пиву, немножко, так сказать, инвестировали в их бизнес. Ну, а я их попросил просто продолжить под музыку, показывать, как круто можно играть в шашки. В Ночник зашел такой статный повар. С ним даже Павел официально поздоровался. Вот он, кстати. Ну, я думаю, что их снимать, шашки будут повеселее. И тут буквально, ну, максимум через минуту ко мне подходит повар с начатой бутылкой Павла и предлагает чокаться. Параллельно рассказывая обо всем. Ну, такое, знаете, как краткое содержание вселенной. Вещал он громко и напористо, ну, прям как африканское радио. Мистер Барбекю. Набухиваться Павла пивом он начал просто профессионально. Только успевал менять позиции для излияния. Ну и чтобы как-то оправдать бутылку, которую он выклинчил у Павла, шеф пригласил к себе в ресторан. Сейчас покажет кухню свою. Ну, для таких ресторанов даже униформы шефа одевать не надо. Приложа руку на сердце, я шефу искренне благодарен, что он нас ничем из своей еды не угощал. Павла пивом онaan. Су-шеф стойко выдержал удар, но был немногословен. Видно, что с сердцем он был полностью с нами. Су-шеф сейчас получил пиво по лицу, и сейчас мы радостегаем, и вот здесь готовят чипсы. Давайте еще раз посмотрим на эту оплошность шефа. Съездил пивом по лицу и сразу убежал из кадра. Возвращаемся в курортную часть. Как вы уже помните, это бездорожье и грязь. Ну что, сейчас идем в бар под названием Какабелла. Чуть меня не сбил сейчас. А в курортной части вас просто облипает барыжный гнус. Все они очень вежливые и навязчивые. Просто так не отмахнешься. Я бы сказал, они прям такие с природной обтекаемостью. И когда вы начнете косить под дебилы и говорить, что вы ничего не понимаете, пожалуйста, вам все наглядно даже покажут. Что там? Что написано? Ну а тут я рисую на асфальте белым мелом слово спайс недорого. Как вы поняли, речь идет об очень выгодной цене. Только сейчас и здесь. Умоляю, купи. Ну чтобы вы понимали, концентрат этих барыг днем на пляже настолько велик, что вы поймете по моему разговору с этим джентльменом. Ну вы поняли, этот май, братан, залез в воду, когда я плавал и озвучивал перечень его товара. Ну и вот максимум, что было, это вот человек со мной заходил по колено, предлагая мне травки. Давай. Давай. Пойдем. На переднем плане львицы-императрицы в окружении временно снятых слуг. А сзади куча пьяных британских туристов играет в дартс. Под заезженные западные треки. Шоу-мас-гоу-он и все в таком нудном духе. Дальше мы отправились в какой-то местный радикальный бар. Музыка там просто глушила. Но всем не было до нее никакого дела, потому что тогда шел чемпионат мира по футболу. Все таращились в экран. А на пляже тоже был движ, там местные жгли костры и под местную музыку танцевали и развлекали туристов. Но я это, к сожалению, не заснял. Но и не забывайте, ночью на пляже вам будут предлагать то же самое, что и предлагали днем. Утро начало с тяжелой артиллерии. Ну, не будем же мы все время в этом Нунгве сидеть. Пора поехать в столицу, в город Занзибар. И тут, пожалуйста, не путайте. Сам остров называется Унгуджа, вот текстом. А столица Унгуджи – город Занзибар. А в городе Занзибар исторический центр называется Стоунтаун. Каменный город или Камнегородск, ну если по-нашему. Едем с музыкой. От Нунгве до Занзибара ехать где-то примерно час двадцать. Это вам для информации. Вышел из машины и сразу же, братан, как дела? Как это все заеб... Конечно, послетите. Йоу. Это хорошо. Да, чувак. Да, здоровый барбер. Да, здорово. Я по-русски Занзибар. Да, подлично. Я не знаю, я буду. Да, я знаю, я буду. Меркьюри. Да, я знаю. Меркьюри. Меркьюри. Да, спасибо. Ну вы поняли. Вот первый кадр, хотя бы ничего не поняли. Потому что я буду все равно это нарезать и монтировать. Вот. Очень много этих приставучих, вонючих. Чем-то мне немножко напоминает Картахену. Чем не знаю. Чудом сзади. Там жил профессиональный тусовщик. Фредди Меркьюри. Тусил. Причем у него были такие вечеринки очень интересные. Только после просмотра моего видео, поставив лайк, комментарий и все, что можно, вы вбиваете тусовки Фредди Меркьюри. Дословно сейчас сказал. Ну и выбирайте интересный для вас ролик и удивляетесь. Если я просто сейчас начну вам рассказывать, что он там делал, то я просто буду звучать какая-то бульварная пресса. Но скажу я вам, когда я слушал и смотрел, как он тусуется, очень часто мне приходила мысль о том, что о боге, как же скучно я живу. Жизненный путь его прервался в 45 лет, но тусанулся он по-моему на 3 жизни вперед. Это 100%. Если интересно, то не поленитесь, посмотрите. А музей скучное говно. Извините, пожалуйста, что так резко. Одноэтажный музей, все собрано в кучу. Я-то думал, что это дом-квартира, а по факту это просто оказалось какое-то снятое здание. Квартира его находится где-то от этого музея слева или справа. Музей маленький, но что делать? Ну, грубо говоря, если вы являетесь его фанатом, то, наверное, стоит заглянуть. Допустим, я бы заглянул в дом Джимми Хендрикса. Вот это вот эта тема. Для меня. Я здесь неспроста вас решили собрать. Поговорим сегодня о танзанитах. Как я уже ранее упомянул, в Танзанию мы приехали по гемологическим делам. Интересовал нас танзанит. Ну, это такой камень. Его добывают только в Танзании. В этой серии темы гемологии я касаться не буду, ну, так как это просто не в формате этого выпуска. Но вы всегда можете посмотреть на этом канале мой с другом гемологический танзанитный опыт. Или, проще говоря, все про этот камень. Это дико интересно. Плюс вы ко всему становитесь более эрудированно. И помимо всего, это открывает еще очень много сцен, которые не вошли в этот выпуск. Вот наверху подсказка. Если не посмотрели, то обязательно посмотрите. Обязательно. Выпуск вот такой. Скажу вам, друзья мои, тут надо пробивать себе свой путь. Здесь, конечно, облипают так, что начнешь говорить, разговор, вежливость сочтется за слабость. И начнется тебе вот это навяливание. Вот, к примеру, как сейчас. Я против рынка рабов. Рынка рабов, ну, бро, это несерьезно. Очень приятно. Это плохо. Все предлагают лодку. Я не могу понять. Возможно, нужно покинуть остров. Потому что что-то здесь неладное. Тебе нужна лодка. Лодка. Какая-то, вот, не знаю, бег. Бег. Все валят на континент. Так сделаем и мы. Но мы возьмем самолет. Хорошо здесь. Но есть определенные нюансы. Эй, старый валет. Програй, маник. Нормально. Все, спасибо. Если гуляете, я желаю вам вот этой внутренней стойкости. Она вам здесь понадобится. Джамбо по местному обозначает приветствие. И вот, когда я услышал первый раз, мне показалось Джанго. И я такой думаю, ну, блин, ну, я ж не Джанго. Ну, вот, если посмотреть фильмы Тарантино. Но потом сразу же где-то на подкорке у меня сплыло. Послушай, ну, Джанго, он никогда черным не был. Он был белым. И вот, если вы посмотрите фильмы 60-х годов про Джанго освобожденного, то там главный герой, он белый. Ну, тот же бедолага, который сталкивается со своими жизненными трудностями. Меня сбивает. И я думаю, ну, неужели люди воспитаны на кинематографе с середины прошлого века? Оказалось, потом мне объяснили, что не Джанго, а Джамбо. А Джамбо это типа, ну, привет. Ну, здесь, ну, не знаю, Stone Town. Ловить здесь, ну, если понимаете, что ловить, то тогда сюда стоит ехать. А так здесь, конечно, ну, такое. Вот он сейчас ловит. В нашем городе есть. Опять же, что жаловаться, что снобить. Все отлично, классно. Как говорится, у вас не хватает. Вот сейчас сделаю такой лесный чирс. И вот видно, что все в... Прошу прощения, пиво. Все в этой дымке прошедших веков. Am I right? Я прав. Вот, мне кажется, вот такое состояние вам предлагают на каждом углу. Чтобы вы примерно выглядели вот так. Будет ваше состояние, если вас поймает полицейский. Такое. Подкинули. Ну, не знаю, совсем выветрено, конечно. Остатки былой роскоши. Вот, я думаю, что что там? Возможно, португальско-британская тема. Вот, посмотрите. Какие ноги, какие ботинки, какие башмаки по ним прохаживались. Башмаки колонистов. Мне напоминают уже такие эти сценки, как бриллиантовой руке русотуристов. Вот, смотри, вот здесь какой-то петушара. Шел бы ты отсюда, петушок. В год продавалось от 10 до 30 тысяч рабов. Представляете себе цифру? То есть это конкретный такой раб-хаб. Раб-хаб. Кстати, неплохое маркетинговое название. Такое хэштег. Раб-хаб. Где был сперва Джанго закрепощенный, потом Джанго освобожденный. И потом уже стал Джанго раскрепощенный, который уже ходит и предлагает себя в качестве сексуальной утехи каким-нибудь престарелым немкам. Вот, например, как за моей спиной. А вон там вдалеке военные, а экипажи патрульных кораблей будут плавать, загорать, ебать блядей. Простите за мат, но из песни слов не выкинешь. Обед был вкусный и самое главное, вот с каким видом. Самая короткая война в мире была в Занзибаре. Длилась она 38 минут. Тут мне Павел поможет. Войска Султана Занзибара проиграли 38-минутную войну английскому флоту. И этот английский флот боролся против рабства, хотя и сам изначально этим рабством и занимался. Первыми рабства сюда привезли англичане. Да. 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 Вот так. Вот свет, свет, свет важная вещь очень. Очень важная вещь. У меня вот такой стоит, но только, конечно же, гораздо лучше. Но все равно с ним косячим. Город Занзибар мне напоминает какую-нибудь глухую убитую деревню, которая стала вдруг всемирно популярной. И жители и местная власть еще сами не знают, что делать с этой популярностью. По большому счету смотреть не на что, потому что все убито. Но при этом цены бодрые и все как бы туристично. Сейчас идем на одну из главных достопримечательностей Занзибара. House of Wonders. По-русски будет Дом Чудес. Рушится он начал еще с 2012 года. Были выделены деньги на реставрацию в размере 6 миллионов долларов. Но, видать, чиновники освоили эти деньги по-своему. Настолько они восстанавливали этот дом, что в 2020 году он просто рухнул. Вот, посмотрите фотографии. Было вот так. После обрушения стало вот так. А сейчас он выглядит вот так. Скажу так. Красота несусветная была. Когда-то это было красиво. И вот так можно сказать про весь Занзибар. На этом Занзибару говорим спасибо. Было солнечно, было весело. Теперь уже движемся по делу. Занзибар это для девушек. Во всех смысле, кстати, этого слова. А мы же отправимся на континент. Полетим мы в город Аруша. Полетим туда на 2 недели. 2-3 недели. Будем ходить по местным рынкам. Прицениваться, торговаться. Ну, в общем, все по любимой классике. Сам город Аруша, он находится на севере. Севере Кении. Ой, сам север. Сам север. Сам, я вот сбил. Сам город находится на севере Танзании. Это ближе к границе Кении. Так что вот карта. Желайте нам удачи. А мы летим. Летим мы на землю Масаев. Что интересно, по их легендам и поверьям, и по их окружающему восприятию мира, они считают, что когда-то весь скот принадлежал им. И они были его хозяевами. Поэтому, когда они видят скот у других племен или фермеров, то они считают, что когда-то этот скот был ранее у них украден. Ну и на этой почве до сих пор конфликты имеют место быть. Ну вот только что мы залетели на континент, и обратите внимание, как поменялась природа. Помимо скота, Масаи раньше были очень свирепыми воинами. Правда, сейчас на острове Занзибар они переквалифицировались в воинов любви, но все же мне кажется, что это более ряженая африканция. Хотя, не знаю, могу ошибаться, я этим вопросом не интересовался. Но при всем при этом, этот народ гордый, самодостаточный, с собой носит орудие защиты, у него всегда два ножа, плюс еще палка Масая. Ну вот мы и приземлились. Самолет, спасибо ему, довез нас. Вот так это все выглядит, вот такой выход из аэропорта Аруша. Тем временем нас уже встретил трансфер, мы сейчас грузимся и едем в первую локацию, которую мы сняли. Это дом. Что интересно, что дом сохранился еще в старом британском колониальном стиле 50-х годов. И это вы можете заметить по черепице. Да и не только. Смотрите, какая фигура. И на башке что-то тащит. Прикиньте, кто-нибудь тащит на волос. Ну что, сейчас идем на Масайский рынок. Задача купить Масайскую накидку. Ну так, переоденусь перед женой, скажу, я твой щиплый Масай. Раздевайся. И вот мы уже на месте. Сходу вас начинает зазывать к себе в палатке, прям с такой профессиональной любезностью. Но не ведитесь на это. Это вот мой вам совет. Скажу вам, что в принципе все там одинаковое. Разница разве что в лицах продавцов. Такой себе типичный стандартный Масайский черкизон. Сейчас нахожусь на Масайском рынке. Ну, без сувениров вы отсюда не уйдете, если вы, конечно же, ни черстый, ни сухарь. Мне кажется, Петя Ловыгин так примерно рисует. Петь без обид. Возможно, ты считаешь, что ты это делаешь лучше. Да, да, да. The Habitat. Нет, это моя время. Это твоя время? Да. Окей, хорошо. Потому что я еще много времени. Ага, окей, что у тебя есть? Решила взять новогодние украшения на елку, так как Новый год тогда был на носу. Итак, да начнутся торги. Ага, круто. Какое количество это? Для тебя? Да, для меня. Для тебя? Для меня. Первый клиент для тебя? Доллар или шелинс? Шелинс. Шелинс. 15 тысяч. 15 тысяч. 15 тысяч. 15 тысяч. Нет, слишком много. Ты, сколько? 15 тысяч. 5. 5 долларов? 5 тысяч. Какие петлики нуждаете? Один. Один? Да. Можете мне 10 для тебя? Нет. Открыть бизнес? Нет, 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 я просто начну. Окей, спасибо большое. Дай мне 7 для тебя. Я даю 5. Окей, для тебя. Для меня? Для первого. Я сейчас возьму 5. 5 тысяч. Окей. Ну что, кровь вкусил? Купил я еще Черного Деда Мороза по такой же цене? Прейс, возьмите лук. Нет, нет, нет. Окей, я здесь. Продолжение, только минуты. Сюда мы есть. Это классно. Комси, Ватте. Я здесь. Ты артист? Да, спасибо, спасибо. Ну, вот так происходит. Ты один, а сзади тебя куча людей, которые ты просто говоришь, заходи, 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 давай, добро пожаловать, покупай, хламище. Ассортимент примерно один и тот же. То есть можно зайти, в принципе, в 2-3 палатки и закрыть весь свой массайский сувенирный вопрос. Как-то скучно было все так однотипно выбирать, поэтому я попросил продавца в крутой форме позвать меня к себе в палатку и солидно попредлагать мне вещи. Добро пожаловать в вашу магазинку, как-то классно. Да. Да. Добро пожаловать в мою магазинку. Пришли сюда, чувак. Да, да. Добро пожаловать. Добро пожаловать в мою магазинку. Это фотография. Это риан. Серьезная фотография. Риан. Я очень интересен в этой фотографии, чувак. Нужно обеспечить цену. Я дам вам 50 долларов. 50? Да, 50 долларов. 50 долларов. Что вы скажете, нормальная цена или нет? Это слишком много, чувак. Дай мне свой цен. Оригинальный цен. Дай мне настоящий цен. Дискант? Реал цен. Реал цен. 30 долларов. Дай мне настоящий цен. Я люблю эту фотографию, но не люблю цену, чувак. Сколько? Сколько? Дадим 15 долларов. 15? 15 долларов? Нет. Нет профиля. Может, добавь. 12? Нет. Может быть. В последний подарок дадим 20 долларов. А мы все-таки дадим 15 долларов. Бра. Бра. I know you could do it. I know you could do it. No, 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 no. They're just asking me. Go. Go. And it's mine. And the money is yours, man. Yeah, okay. 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 Thank you, brother. Okay. Today maybe I have 40,000. Okay. 40,000. I support your business. Yeah. I support your business. Yeah. Yeah, please. Welcome to Tanzania. I think it's time we're gonna go to come back to Tanzania. Welcome to my shop. To your shop. Yeah. I appreciate it. Respect, man. Respect. На торги выставляется старая маска. In shilling this I can give you for 45. 45. It's a old one, not new. Старая маска. 20. 20,000 shilling? 20, man. I'll take it. Now. Really 20 is a little bit less. Can you make it a better price? 10,000 shilling. We're talking about 25,000. We're talking about 25,000. We're talking about 25,000. We're talking about 25,000. Well, here we go. What's the good price? This one here? Yes. Come inside. This one is secret. 75,000. Yeah, I know. 25,000. I could say. It's not last time. Remember, brother, I buy this. Not the one who's there. I know. I don't bring money. We're talking about this. No, if it's not, it's not. Okay, I'm done. Okay, I'm done. Okay. Here we go. We'll come on from here, I'm on. We'll come running. But here's what's up. You'll get something else. You'll buy something else. I'm going to see you soon. In the end, I'll let you ride.. And in the end... ... we'll come back and buy a same. зашел жестко пустил по цене и выбежал так что все валим валим а дальше он повесил москитную сетку над моей кроватью им то все равно потому что у большинства африканцев выработался иммунитет на малярию сейчас я бы вам хотел устроить небольшую экскурсию по дому потому что дом был построен еще в 50-х годах период британской колонии если вам это не интересно или вдруг начнете скучать всегда есть тайм-код и как по мне я люблю такие моментики остатки черепицы там все сохранилось еще с тех времен в любом случае это будет недолго как вы видите в крыше образовалась дупло и там нашли приют ну как минимум сотни голубей вот эти гады вот прям честно возненавидел их немного никак не птица мира это просто летающая крыса в очередной раз в этом убеждаюсь воркование такое стоит что даже белуши не спасают задница и вот результат от этой задницы и каждое утро я просыпался с негодованием под их воркование вы даже не представляете какими методами я мечтал с ними расправиться и это вот такой задний дворик возможно когда здесь жили британцы здесь было все по ухоженнее а сейчас это превратилось во что превратилась номера кстати кому привезти танзанийские кто собирает номера пишите или по собирает бутылки или антенны пишите придумаем конкурс разыграем вот здесь мое бунгало штабик шалашек на втором этаже тоже решетки окна рамы все еще британской колониальной эпохи а тут уже это трава растет давненько не ухаживали за бум и вот такой интересный момент вот обратите внимание на дверь понятно ручка замок это новая а вот этот замочек старый еще времен десятых шестидесятых годов дверь старая никакущая вот эта решетка тоже еще в тех времен чтобы сюда никто не проник не залез но что больше всего впечатлило это вот эти металлические засовы вот они вот эту решетку поставил на нее замок закрылся изнутри еще кинул таких два бруса один сюда и другой сюда еще сюда замок тут наверно на засов вот эти шпингалеты старые видать здесь события какие-то страшные происходили где конечно же решетки я такую защиту дома видел только в фильмах про зомби ну по типу там я легенда или 28 дней спустя а это прям напоминает какое-то алама и вот что тут происходило я конечно догадываюсь но надеюсь что я не совсем прав вот эти рамы металлические ручки еще той эпохи снимаю для тех кому это интересно уже такое степо никто не делает прошлая эпоха во все на замках все что допускай не дай бог трубы старые и еще старые симпатичные видели всегда приятно всматриваться мелочи вот такие тараканы лазят на улице то уличная дверь в отдельный стоящий туалет палец испугался я тоже вот такой таракан тупой достаточно ну так уж услышите как они достали этих грёбаные голуби просто каждое утро это грёбанное варкование реально прям возненавидел голубей а вот теперь посмотрите сюда это жук там как-то карает или кто-то или жук любитель дерева в деле и вот протираю здесь раз два дня и вот такая стружка каждый раз вот здесь он поселился где-то точит на номера который нашел ведь это с это стоково дерево в общем африка она такая знакомьтесь это шанель да вы не ослышались как модный дом шанель на местности он был нашим решалой и знать вы должны про него одну вещь но сейчас извините сматерюсь он природный пау ист когда он влажал и терял деньги напрямую или иногда косвенно ему было пофиг это было что-то для меня новенькое в следующей серии моего личность хорошенечко откупорим а пока он нас ведет в ресторан по случаю нашего прибытия в оружие по его словам там свежайшее козье мясо и кормят там так что пальчики оближешь и конечно же там делают известное массаиское блюдо на мочом а ну собственно вот мы его и заказали и впоследствии вы его увидите обратите внимание сзади насердитых массаев один даже из них сделает мне замечание чтобы я их не снимал вот речь пойдет об этом джентльмене сделали замечание и ушли ну зато теперь будет чисто спасибо дружище кстати как вам место романтичная столик на двоих тут по-моему самый раз такая смесь антисанитарии еще не хватает малярийного комара конечно такое место лохматое суровое так вот за окном такие виды и дружище шанель он начинал шанель всегда начали на мочома не мочома, да? банана и сальса соус здесь мыть стиральным порошком, здесь даже мыла нет мясо они прожаривают полностью и делается это по ряду причин но сперва наверно надо сжечь слой мух который покрывает это мясо и потом уже приступить к его прожарке я конечно же сейчас извительно шучу но сразу же говорю если вы вдруг решите поехать в глубинку вглубь Африки то приготовьтесь первое есть руками а второе берите с собой зубную нить потому что зубочисток вам будет там недостаточно, вот поверьте шутка моя была не до конца понята и вот такой я шутник подумал я сам про себя кстати если вам понравилось блюдо то могу поставить адрес пожалуйста пишите жирный минус ну как в принципе в любой африканской стране здесь пока немножко меньше тебя все время облипают ну и предлагаю тебе ну любую херь ну типа даже фьючерсы то есть когда им нечего продать они говорят просто дай денег потом что-нибудь принесу это немножко напрягает а еще могут и слегка что-нибудь телефон выпустить поэтому всегда будьте собраны то есть это не то что в африканскую страну приехали солнышко и расслабились ну и вот вы и попались поэтому будьте аккуратны ну по крайней мере единственное ограбление которое было это было у меня в Йоханнесбурге то есть я к сожалению не грабил грабили меня с другом и рынок обуви там у тебя есть упаковки стоп привет каких-то тараканов что-то реклама в общем мелок Машенька это по случаю чемпионата мира по футболу вот так красиво украсили остановку так как эти кадры были сняты мною в декабре 22 года а мы тем временем шли с минерального рынка где покупали танзаниты в Масайское кафе там практически никто не говорит по-английски договорились мы на ложку ну потому что в большинстве заведений едят руками это если что бананы довольно нормально а тем временем рабочие будни гемологов знаете в данном случае подходит куточка моя так хорошо сидит на ней да и то мне кажется моя куточка здесь немножко меньше ну это вот эту кругу заведует повторюсь отдельным кластером на этом канале вы можете посмотреть мои гемологические приключения которые были связаны с Танзанией и Танзанитом там все по-научному в деталях и на практике если не смотрели то обязательно посмотрите ну вы поняли в телеграме группа переходите подписывайтесь будет очень много нового что конкретно не скажу пусть это будет интригой и вот давайте еще немножко с вами поболтаем сейчас поставил на паузу потому что у меня предательски завалилась камера и слегка срезала мне верхнюю часть лба поэтому давайте сейчас сыграем с вами в светское аристократическое общество и сделаем вид как будто бы ничего не произошло ну в первую очередь я хотел бы вас поблагодарить потому что вы пишите комментарии ставите лайки и вот вы знаете вот весь мой медийный микромир он в принципе он свит вами потому что если бы вы не писали комментарии ну было бы это все как-то очень для меня пещерно и грустно яркий пример который меня просто поразил значит пишет мне Слава из канала travel forever лично с ним физически мы не знакомы знаю его только за очень аудиторию у него ну я так аккуратно скажу в 10 раз больше чем у меня пишет привет Вадим я сейчас в Европе хочу тебе передать дрон чего типа смысле я что-то должен там все дела просто хочу передать тебе дрон ну потому что как бы приятно тебя смотреть и я такой знаете как вау вау да вот это приятно и это вот сейчас я говорю вам без какой-либо рекламы вы знаете вот смотрите дрон подарил человек которому просто приятно мое творчество и это очень сильно меня мотивирует поэтому вот знаете давайте вот сделаем акт коллективной любезности если вы конечно не знаете его канал перейдите подпишитесь передайте от меня привет ему будет приятно мне будет приятно а вы молодцы это конец первой серии впереди вторая а вторая серия выйдет через неделю вы же обратили внимание сперва вышла гемологическая серия потом вот эта серия и через ровно через неделю будет вторая заключительная серия про Танзанию все почему потому что спонсор всех этих танзанийских выпусков воспаление легких воспаление легких не расплескивайся посиди дома сконцентрируйся будет продуктивнее на четвертую неделю болят ребра благодарю всех тех кто от начала до конца посмотрел этот выпуск значит действительно я старался не зря и через неделю выйдет следующая танзанийская заключительная серия все до новых встреч субтитры субтитры